Необычный «Москвич-2140» и «ГАЗ-63» у знаменитого трактира на Ковельской появились чуть больше недели назад. Эти чудеса советского автопрома за сравнительно небольшой промежуток времени уже успели стать главной достопримечательностью района. Хозяином столь необыкновенных машин является Дмитрий Соляников. Новое увлечение коллекционирования ретроавтомобилей появилось недавно, но доказало, что Дмитрий не только интересный, но и азартный человек. В сфере увлечения различными видами и направлениями я посчитал, что будет неплохо, если, несмотря на то, что трактир вроде как будет немножко более старое название, специфика, но с учетом всех увлечений плюс небольшого количества ретроавтомобилей 60-х, 70-х годов плюс мотоциклы, небольшой достойный уголок при одном из заведений будет очень мило вписываться. Увлечение парашютным спортом, мотоциклами, а теперь и ретроавтомобилями. Круг интересов Дмитрия Соляникова довольно большой. Он с удовольствием рассказывает о путешествиях на своих транспортных средствах, об участии в ярких мероприятиях города над Бугом. Идея создания ретроавтопарка у Дмитрия появилась недавно, однако уже сегодня имеет шансы для существования. Дмитрий Соляников уверен, что в будущем это место станет настоящей достопримечательностью. Интересные модели, которые приятны не только жителям, но и гостям нашего города. Приезжают, фотографируются, очень мило воспринимают. Москвич на ходу, который здесь представлен. Я на нем выезжаю. Интересно, просто понравилась стилистика такая своеобразная, немножко ностальгии. Поэтому считаю, что это будет вполне уместно. И будет доставлять определенную радость как клиентам трактира на Ковельской, так и гостям и клиентам нашего кафе. Своё желание сделать этот мир ярче и интереснее Дмитрий Соляников воплотил и в трактире на Ковельской, которым он руководит. Сегодня это небольшое, но очень уютное заведение украшает ретро-мотоцикл. В самом заведении больше транспортных средств не будет. А ретро-парковка уже в ближайшее время пополнится еще одним новым автомобилем. Каким? Пока это остается тайной. Продолжение следует...